Но обычно мы думаем о наших убеждениях, как о единственных, которых действительно придерживаются люди, вообще говоря. Знаешь, мы бываем немного шокированы, когда узнаем, что кто-то верит во что-то другое. И это особенно верно, когда речь заходит о конце времен. И когда речь заходит о ранней церкви, отцы иногда тоже были шокированы или удивлены, услышав некоторые вещи, в которые они верили. Так вот, что-то из этого было хорошим, что-то немного странным, а что-то вроде... Как ты это понял? Все зависит от времени и от того, кого ты изучаешь. Но, к сожалению, многие христиане не знают, что думали отцы ранней церкви о конце времен. Именно это и будет нашей сегодняшней темой. Именно на это мы и собираемся обратить внимание. Сейчас, конечно, есть много вещей, в которые мы не можем углубляться, много тем, которые мы не можем затронуть. Я не могу процитировать все в каждой книге, потому что их просто слишком много. И если ты проводил какие-либо исследования по этому вопросу, то знаешь, что в ранней церкви есть много писаний, о которых большинство людей не знают. Большинство людей даже не заглядывали в них. Многие верующие не изучали историю церкви и не знают ее. Я знаю, что до того, как я поступил в семинарию, я кое-чему научился здесь и там. Но на самом деле я не понимал, как развивались события. Как проводились соборы и все такое прочее. Просто в этом есть что-то особенное. И, возможно, мы не изучали ни кейские или кальцедонские соборы, или что-то подобное, или что-то еще в ранние века существования церкви. Возможно, мы никогда даже не задумывались об изучении этих вещей. Но на самом деле очень важно получить хотя бы базовое представление о том, что думали отцы ранней церкви об определенных верованиях. Кроме того, многие люди не знакомы с такого рода учениями в своих церквях. И на это есть множество причин, ты же знаешь, и мы не будем сейчас вдаваться в подробности. Но когда мы изучаем эту тему, когда речь заходит о конце времен у ранних отцов церкви, есть несколько вещей, которые нам действительно нужно иметь в виду. Вот несколько моментов. Некоторые термины похожи на то, что мы используем сегодня, но иногда их значения могут немного отличаться. Так что помни об этом, когда будешь учиться, когда будешь читать, когда будешь узнавать что-то новое. Тебе нужно немного покопаться, чтобы выяснить, что они имели в виду в свое время, основываясь на терминах и словосочетаниях, которые они использовали. Также было несколько других слов, разных фраз, которые использовались для описания событий, особенно последних времен, с которыми мы, возможно, не знакомы. Сегодня мы рассмотрим некоторые из них. Но именно здесь тебе действительно нужно обратить внимание на эти вещи и изучить их. И ты можешь попробовать еще раз попытаться выяснить, откуда они взяли эту идею. Вот тут-то тебе и нужно провести еще немного исследований. Также не удивляйся, когда узнаешь, что они, возможно, верили во что-то иное, чем ты, или придерживались чего-то иного, чем ты. Или использовали фразу или терминологию, которые просто не имеют никакого смысла для нас сегодня в нашей культуре и в нашем мире. Не забывай, что речь идет о почти 2000-м годах. Сегодня совсем другая эпоха. Сегодня совсем другое время. Язык изменился, культура изменилась, и, конечно, теология в некотором смысле развивалась с течением времени. Кроме того, то, что один из отцов ранней церкви верил во что-то, не делает этой истиной. Нам тоже нужно это признать, потому что мы знаем, что основываем свою веру на слове Божьем, а не на словах человека. Библия – наш авторитет. Но было бы неплохо узнать, во что верили ранние отцы церкви относительно конца времен, потому что они действительно довольно много говорили об этом. Но первый вопрос заключается вот в чем. Почему мы должны изучать ранних отцов церкви? Почему мы должны обращать внимание на их взгляды, когда речь заходит о конце времен? Ну что же, вот несколько вещей. Одна из причин, по которой нам важно знать эти вещи, заключается в том, чтобы понять, откуда взялись различные точки зрения. Знаешь, когда изучаешь доктрину, полезно видеть, как развивались события и как они развивались с течением времени. Ты же знаешь, что в Библии нет слова «троица». Ну и как же это произошло? Так вот, Тертулиан, один из ранних отцов церкви, придумал эту фразу. Но это и истина, содержащаяся в Священном Писании. Но это слово было придумано только для того, чтобы как бы обобщить эту веру. Кроме того, когда мы учимся, это заставляет нас оценивать некоторые вещи, в которые мы верим. Во-вторых, нам нужно больше узнать о них, потому что многие учителя пророчеств сегодня цитируют их вне контекста, чтобы оправдать свою собственную позицию. То есть они будут использовать выборочные цитаты, чтобы оправдать свои собственные убеждения, и тебе нужно знать об этом. Так что, еще раз повторю, это требует от нас немного больше преподавания, немного больше знаний, немного больше понимания. Так что тебе нужно проявить должную осмотрительность и даже проверить то, что я говорю. Как и всем нам. Нам всем нужно проверить, быть проницательными и обратиться к Слову Божьему, чтобы сказать «хорошо, хорошо». Что же говорит Библия на эту тему, верно? Также важно знать, что происходило в истории ранней церкви в политическом, религиозном, экономическом плане. Все это потому, что помимо преследований, упомянутых в Священном Писании, например, в книге «Деяний», христианство было фактически объявлено вне закона. Так вот, некоторые из Цезарей были более снисходительны, чем другие, но некоторые страстно ненавидели христианство, и гонения были жестокими. Итак, нам нужно понимать, что писания о ранней церкви в первую очередь были написаны в контексте гонений, которые уже происходили, уже имели место, уже происходят. В Сионе им было не так легко, как нам сегодня на Западе. И не забывай, что они писали после разрушения Иерусалима и храма в 70-м году нашей эры, и все еще ссылались на будущие события, которые должны были произойти. И это тоже важно понимать. Так что рассматривай эти вещи также и в контексте истории. Сейчас я приведу цитату из книги Дедаке, которую я собираюсь процитировать. Кто из присутствующих здесь когда-нибудь слышал о Дедаче? Некоторые из вас. Хорошо, некоторые из вас слышали. Ну что же, Дедахе – это самый ранний христианский документ за пределами Библии. Это чрезвычайно важный документ. Это означает учение, иногда его называют учением 12-ти или наставлением, можно сказать и так. Это было написано примерно между 60-м и 130-ю годами нашей эры. В пределах этого периода времени есть некоторые различия. И просто для того, чтобы дать вам общее представление, апостол Иоанн написал откровение примерно между 90-й годами нашей эры. Таким образом, у нас есть еще один христианский документ, написанный примерно в то же время, когда жил апостол Иоанн, или вскоре после этого, и составленный тогда же. Таким образом, этот диддик становится очень важным документом, когда речь заходит о ранней церкви, а также для понимания нами сегодня. Местом, где он был написан, была либо Сирия, либо Египет. По этому поводу ведутся некоторые дискуссии, но это было известно еще в ранней церкви. Они ссылались на это. Это было что-то вроде руководства или катехизиса для христиан. Они должны были пройти через это, прежде чем кого-то крестить. Ты знаешь, это был очень важный документ, когда речь шла о ранней церкви. Так вот, то, что мы собираемся сделать сегодня, это поговорить о четырех разных темах, о четырех разных темах. Я понимаю, что нам хотелось бы поговорить о большем, но просто ради экономии времени их будет всего четыре. И я буду читать больше, чем обычно, потому что я просто перейду к их цитатам, посмотрю на их цитаты и, возможно, объясню несколько вещей по мере их появления. Я сделаю все, что в моих силах. Я надеюсь, что тебе не будет скучно. Так что я постараюсь, чтобы все шло как можно быстрее. Ну что, ты готов идти? Поехали. Первая тема – это Антихрист. Что писали об Антихристе отцы ранней церкви? Прежде чем мы перейдем к цитатам, я хочу обратиться к Священному Писанию, чтобы дать вам основу для некоторых тем, которые мы собираемся рассмотреть. Прежде всего, настал последний час. И точно так же, как вы услышали о пришествии Антихриста, даже сейчас появилось много Антихристов. Из этого мы знаем, что настал последний час. И Иоанн написал это в первом веке. Так вот, первая цитата, которую я собираюсь процитировать, в ней говорится следующее. Следи за своей жизнью. Не позволяй своим светильникам погаснуть, и не распоясывай свои чресла, но будь готов, ибо ты не знаешь ни дня, ни часа, когда Господь явится. Иду. Почаще встречайтесь друг с другом в поисках того, что принесет благо вашим душам, поскольку вера на протяжении всей жизни не принесет вам никакой пользы, если вы не докажете совершенства в этом самом последнем деле. Ибо в последние дни появится множество лжепророков и соблазнителей, овцы превратятся в волков, а любовь в ненависть. Ибо с ростом беззакония люди будут ненавидеть, преследовать и предавать друг друга. И тогда мировой обманщик явится в облике Божьего Сына. Он будет творить знамения и чудеса, и земля попадет в его руки, и он будет совершать такие злодеяния, каких никогда раньше не случалось. Еще раз повторяю, это цитата из Дедахе, этого раннехристианского документа. Так вот, эти авторы призывают читателей быть стойкими во время преследований, с которыми они сталкиваются, чтобы вынести страдания, но также быть готовыми к приходу Антихриста. И это правда. Ты знаешь, что одна из причин, по которой Бог допускает или привносит трудности в нашу жизнь, помимо всего прочего, заключается в том, чтобы укрепить нас. Укрепить нашу веру, укрепить нашу решимость, закалить нас. Кто из присутствующих здесь служил в армии? Кто-нибудь служил в армии? Да. А теперь представьте, что вы входите в здание, и вам автоматически вручают пистолет и говорят, вот, держи, теперь вы служите в армии. А теперь давайте отправимся в бой. Я надеюсь, что этого не произойдет. Нет, ты хорошо подготовлен. Ты проходишь базовую подготовку, а затем проходишь специальную подготовку. Как пользоваться оружием, как стоять, как двигаться, как стать солдатом, каким они хотят тебя видеть. И одна из причин, по которой Бог приносит или допускает трудности в нашу жизнь, заключается в том, чтобы превратить нас в солдат, какими Он хочет нас видеть. Он закаляет население. Страдания в нашей жизни дают нам возможность укрепиться внутренне. Так вот, мы не всегда проходим через это. Мы не всегда выполняем то или иное, но послушай вот это. Сегодняшний кризис готовит нас к еще большему кризису завтрашнего дня. И это может сочетаться с чем угодно. В личном плане, в политике, во всем мире, по всей стране. Сегодняшнее преследование готовит нас к еще большему преследованию завтра. И оно приближается. Когда в нашей жизни возникают трудности, помни об этом. Господь тренирует нас, как солдат тренируется и готовится к войне, потому что мы участвуем в духовной битве. Мы участвуем в войне. Мы знаем, кто в конце концов победит, но нам всем еще предстоит сражаться. А теперь следующая цитата из Джастина Мартира. Он жил примерно между 110 и 165 годами нашей эры. Так что я как бы рассказываю все по порядку, чтобы ты мог это увидеть. Он, Иисус Христос, сойдет с небес во славе. И когда человек отступничества, Антихрист, который говорит странные вещи против Всевышнего, ты можешь увидеть там ссылку на Даниила. Ты осмелишься совершать на земле противозаконные поступки против нас, христиан. Еще раз, Джастин Мученик, 110 по 165, вот его диалог с Трифа. А вот еще один Ириней. Примерно 120 по 202 год нашей эры он жил. И они, 10 царей, которые восстанут, опустошат Вавилон и сожгут его огнем, и отдадут свое царство зверю, и обратят церковь в бегство. Вот еще немного. Это Тертулиан. Я упоминал о нем всего несколько минут назад, 145 по 220 год нашей эры. Ереси в настоящее время будут терзать церковь своим извращением доктрины не меньше, чем Антихрист будет преследовать ее в тот день жестокостью своих нападок. Вот рецепт против ереси. Следующий, еще один из сочинений Тертулиана. И этот зверь-антихрист со своим лжепророком может начать войну с Церковью Божьей. Снова Тертулиан, 145 по 222. Это о воскресении плоти 25. Вот некоторые ссылки, которые я использовал здесь. Я действительно хочу поблагодарить Алана Кишнера за его исследование по этому вопросу. Он сделал много замечательных вещей. Конечно, у Марва есть много таких цитат, некоторые из которых касаются антихриста в его книге о Вознесении до Гнева, которую я рекомендую вам. Вот еще один пример. Ипполит. Разве ты не рад, что у нас больше этих имен? Ипполит. В 185-235 годах нашей эры говорится следующее. Когда исполнятся времена, и у зверя вырастут 10 рогов в последний день, в последние времена. Тогда среди них появится антихрист. Когда он начнет войну против святых и будет преследовать их, тогда мы можем ожидать явление Господа с небес. Следующий Киприан. Эта цитата чуть длиннее. Он жил примерно между 200 и 258 годами нашей эры. И пусть никто из вас, возлюбленные братья, не будет настолько напуган страхом будущих преследований или пришествия грозного антихриста, чтобы евангельские христиане не нашли его вооруженным на все случаи жизни, наставлениями и заповедями, а также небесными предостережениями. Грядет антихрист, но над ним также грядет Христос. Враг приходит в ярость, но Господь немедленно следует за ним, чтобы отомстить за наши страдания и раны. Противник разгневан и угрожает, но есть тот, кто может избавить нас от его рук. Еще раз обратимся к Киприану 200-258, его седьмому посланию. Итак, здесь мы довольно подробно рассказываем об антихристе. Чему мы можем научиться из этого? Ну что же, вот несколько вещей. Первые отцы церкви в течение нескольких столетий были единодушны в том, что церковь столкнется с антихристом. Я только что прочитал тебе несколько ссылок. Здесь нет и намека на то, что церковь избежит преследований. Не забывай, что в то время они уже подвергались преследованию. Но они все равно говорили, что-то грядет, кто-то придет, и нам нужно быть готовыми. Это также показывает, что ранние отцы церкви, конечно, основываясь на Библии, утверждают, что гонения антихриста начинаются фактически в середине 70-й недели Даниила, или этого 7-летнего периода. Период, обычно, но неправильно называемый великой скорбью. Вот еще одно доказательство того, что гонение антихриста или великое скорбь, как мы бы ее определили, это не день Господень. Это не Божий гнев, как обычно неправильно понимают. В этом есть разница. Но есть еще кое-что, что мы видим здесь. Это реальность и надежда. Грядут гонения. Грядет антихрист, но смотри на Христа, потому что он тоже грядет. В этом всегда есть надежда. Так что мы не должны упускать это из виду. Эти лидеры не гнушались говорить правду. Нужны ли нам лидеры, которые делали бы то же самое сегодня? Они не пошли на компромисс с истиной, но сказали, будь готов. Тебя будут преследовать. Он приближается. Приготовься. Но они также сказали, что нам нужно следить за своей жизнью. На самом деле, я не читал эти рекомендации, но ты прочитай это, и там говорится о том, что нужно быть совершенным, но при этом быть зрелым. Взгляни на свою собственную христианскую жизнь. Как поживает твоя зрелость? Растешь ли ты в благодати и познании Христа? Не только в связи с концом света, но и в связи с другими доктринами и другими учениями. Живи так, чтобы чтить Господа и взирать на Него во времена трудностей и преследований, и это все еще говорит с нами сегодня. И я верю, что в будущем это будет больше говорить с нами в Америке, как и со многими христианами по всему миру сегодня. Итак, вот он, Антихрист. Дальше, Великая Скорбь. А теперь мы снова обратимся к первому стиху из Священного Писания. Основой для этого является 24 глава Евангелия от Матфея. Взгляните на несколько стихов здесь, поэтому, когда вы видите мерзость запустения, о которой говорится через пророка Даниила, стоящую на святом месте, пусть читатель поймет, что тогда те, кто находятся в Иудее, должны бежать в горы. А что будет потом? Великая Скорбь. Такого не случалось с начала мира до сих пор и никогда не будет. Итак, вот в чем причина Великой Скорби. Конечно же, это слова самого Иисуса. Но во что верили отцы Ранней Церкви? Это опять-таки из Дедахе. Итак, еще раз обратимся к раннехристианской письменности. Тогда человечество подвергнется испытанию огнем, и многие будут оскорблены и потеряны. Но те, кто устоит в своей вере, будут спасены проклятием, которое, возможно, наложено на Иисуса. Это может быть отсылкой к Нему, потому что Он считался проклятым, потому что был повешен на кресте. Тогда появятся признаки истины. Во-первых, знамение распростертого на небесах тела, а затем знамение трубного звука при последней трубе. И в-третьих, воскрешение мертвых, хотя и не всех умерших. Но, как уже было сказано, Господь придет со всеми святыми вместе с Ним. Тогда мир увидит Господа, грядущего на облаках небесных. Итак, мы видим, что это упоминается в этих ранних христианских документах. Мы видим параллель в Дедаче с тем, что Иисус сказал в 24 главе Евангелия от Матфея. Ты улавливаешь это? Прочитай Дедаче эти стихи, вернись назад и прочитай 24 главу Евангелия от Матфея. Ты увидишь параллель, понимаешь лжепророки, знамения, события и все эти вещи, происходящие местом. Ты знаешь, прочитай, что говорится в Дедаче об этих лжепророках. Любовь превращается в ненависть. Помнишь, что сказал Иисус? Антихрист восстанет из мерзости запустения. Павел также говорит об этом в двух посланиях к фессалоникийцам. Затем происходит знамение воскресения после того, как Антихрист будет преследовать тело Христовы или церковь христиан. Тогда мир увидит возвращение Господа. Так что это как бы устанавливает временные рамки событий последнего времени. Но вот еще несколько цитат. Опять же, пастух Ермий, 95-150-й годы нашей эры, счастлив тот, кто переносит надвигающуюся великую скорбь. После 70-го года нашей эры эти ребята не были претеристами. И счастливы те, кто не отрекается от своей собственной жизни. Снов и реней. И поэтому, когда в конце концов церковь внезапно будет охвачена этим, сказано, что произойдут такие бедствия, каких еще никто не видел. С самого начала ни того, ни другого не будет. Ибо это последнее состязание праведников, в котором, одержав победу, они будут увенчаны нетлением. И полит еще раз. А теперь поговорим о скорбе гонений, которые обрушатся на церковь со стороны противника. Между прочим, это совершенно ясно, Антихрист. Это относится к половине 70-й недели Даниила, в течение которых тиран будет царствовать и преследовать церковь. И полит 185-го по 235-й год нашей эры, трактат о Христе и Антихристе. Он уделял этому особое внимание. Говорят, грядет великая скорбь, давление, гонение или гнев Антихриста. Будь готов, будь готов. Эти лидеры заявили, что церковь пройдет через это. Опять же, все согласны с тем, что это должно было произойти, и мы не можем игнорировать это. Так что, каким бы ни было твое мнение о конце времен, эти вещи нельзя игнорировать. Ты не можешь просто отмахнуться от этого. Их слишком много. Они уже подвергались гонениям и все еще ожидали великой скорби, которая должна была прийти, и Антихриста, который должен был прийти, и возвращение Христа. Они все еще с нетерпением ждали этих событий, хотя в то время им приходилось сталкиваться с большими трудностями. Повторяю, мы не можем игнорировать эти события. Вот в чем заключается великая скорбь. Следующая тема – восхищение. Это, конечно же, когда христиане поднимаются в воздух, и это основано на 4-м послании к Фессалоникийцам, 13-17. Давайте прочитаем это. Но мы не хотим, чтобы вы были не осведомлены, братья, о тех, кто спит, как о тех, кто умер. Во Христе, чтобы ты не горевал, как остальные, у которых нет надежды. Ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то даже в этом случае Бог приведет с собой тех, кто уснул в Иисусе. Поэтому мы говорим тебе словом Господнем, что мы, оставшиеся в живых, не будем предшествовать пришествию Господа. Те, кто заснул. Ибо Сам Господь сойдет с небес с криком, голосом Архангела, трубой Божьей, и мертвые во Христе воскреснут первыми. Тогда мы, оставшиеся в живых, будем вознесены вместе с ними на облака, чтобы встретить Господа в воздухе. Так что мы всегда будем с Господом. Это действительно так. Аминь. А теперь скажи, чему учила ранняя церковь на эту тему. Давай взглянем на несколько цитат. Сто двадцатого по двести второй год нашей эры, и поэтому, когда в конце концов церковь будет внезапно захвачена. Минуту назад ты видел эту цитату, но сейчас я выделил эту часть. Сказано, что будет такая скорбь, какой не было с самого начала, и не будет никогда. Ибо это последнее состязание праведников, в котором они одержат победу. Когда они одержат победу, они будут увенчаны нетлением. Что это такое? Мы получим новое тело. Наши тела прославлены. Это и есть нетление. Павел говорит об этом в послании к Коринфянам. Следующая ссылка. Снова Тертулиан. Теперь привилегия этого благоволения быть живым, когда Христос вернется, ожидает тех, кто при пришествии Господа будет найден во плоти, которые из-за притеснений времен Антихриста заслужат мгновенную смерть. Что это такое? Перевод. В котором происходит внезапная перемена. Потому что не все мы будем спать. Мы изменимся в одно мгновение, в мгновение ока, чтобы стать достойными присоединиться к восходящим святым. И на всякий случай, если тебе интересно, когда он пишет к фессалоникийцам, он ссылается здесь на послание Павла, четвертое послание к фессалоникийцам, 15-17. Тертулиан 145, 220. Вот еще одна цитата из Тертулиана. В критический момент, в самый последний момент, от их мгновенной смерти. Именно так он описал свой восторг. Столкнувшись с притеснениями Антихриста, эти люди претерпят изменения. Таким образом, они избавляются от тела, как от одежды, наложенной на него одеянием, неспосланным с небес. Тем временем, мертвые со своей стороны также обретут свои тела. На них тоже надето одеяние небесного нетления. Одна группа людей облачается, когда они обретают свои тела. Другие надевают ее, как верхнюю одежду, потому что они действительно почти не теряют свои тела. То есть, когда произойдет вознесение, мы преобразимся. Вот так мы и изменимся. Кстати, написал это в 207 году нашей эры. А дальше ты можешь посмотреть ссылку, откуда я это взял. Вот еще одна, Киприан 200-258. И это, как всегда, должно делаться слугами Божьими, гораздо больше должно быть сделано сейчас. Сейчас, когда мир рушится и угнетен бури и злонамеренные беды. Чтобы мы, видящие, что начались ужасные вещи, и знающие, что грядут еще более ужасные события, могли считать величайшим преимуществом, как можно скорее избавиться от них. Аминь на это. Если бы в твоем жилище стены тряслись от старости, крыши над тобой дрожали бы в доме, который теперь обветшал и изношен. Угрожая немедленным разрушением его конструкции, наступающим с возрастом, разве ты не убрался бы отсюда со всей возможной скоростью? Если бы, когда ты был в плавании, свирепая буря, судя по тому, как сильно она поднялась, предвещала грядущее кораблекрушение, разве ты не стал бы быстро искать гавань? Вот мир меняется и исчезает, и становится свидетелем его гибели, но не из-за его возраста, а из-за того, что конец всему. А разве ты не благодаришь Бога или не воздаешь ему благодарность? Разве ты не поздравляешь себя с тем, что благодаря более раннему отъезду ты увезен и избавлен от кораблекрушений и катастроф, которые являются выдающимися? Еще раз повторю, Киприан с 200 по 285 в своем трактате «Итак, это всего лишь несколько упоминаний о восхищении в ранней церкви». Так вот, этому восхищению или быть захваченным учили в ранней церкви. Здесь мы видим ссылки на это. Сейчас они использовали иную терминологию, чем мы, но они думали об этом как об изменении, как о воскрешении, потому что это воскрешение или смерть. Так вот, некоторые не говорят, когда это произойдет, но опять же, когда вы помещаете все эти цитаты в контекст с другими. Они говорят, что церковь столкнется с Антихристом перед Вознесением. Преследование вот-вот начнется. Вот тут-то и возникнут трудности. И ссылка Тертулиана, в частности, предельно ясна. Итак, вот еще немного о восхищении. А теперь я хочу поговорить об этом чуть подробнее. Некоторые скажут, что эти ссылки подтверждают точку зрения о Вознесении до Великой Скорби, но опять же, если посмотреть на это в контексте, то это не то, о чем они говорили. Это не то, что они сказали. Киприан говорит не о возвращении Христа. Он говорит о более ужасных вещах, которые грядут, о новых гонениях, которые грядут. Именно это он и имел в виду. Кроме того, он приводил различные примеры. Разваливающийся дом, корабль, попавший в шторм. Вот когда у тебя возникают трудности, что ты делаешь? Ты ищешь выход, который вот-вот наступит. А что будут делать христиане во время Великой Скорби, во время гонений, ожидая, что Христос придет и заберет их отсюда? Вот о чем он говорил. Так что все эти вещи становятся очень-очень понятными, когда смотришь на него в контексте. Но так же и сегодня. Куда мне смотреть, когда возникают трудности? Обращаем ли мы внимание на наш банковский счет? Обращаем ли мы внимание на наше образование? Обращаем ли мы внимание на наших политических лидеров? Или мы обращаемся к Господу? Так вот, да, у нас должно быть крепкое общение в хорошей церкви, которую мы посещаем, и оттуда мы можем искать наставления для руководства. Да, я это понимаю. Но мы должны обратиться к Нему. Мы должны обратиться к самому Господу в тех трудностях, которые произойдут и уже происходят в вашей и моей жизнях, какими бы они ни были. Так вот, это то, чему мы тоже можем научиться из подобных учений. Последняя тема – тысячелетие. Христиане по-разному смотрели на тысячелетие на протяжении веков, на протяжении всей истории. В ранней церкви физическое или буквальное тысячелетнее царствование Христа из Иерусалима называлось тысячелетним царством. Или ахиллазмом, взглядом, основанным на Откровении 20, так что давайте быстренько взглянем на эти стихи. Прочитай главу 20, Откровение с 1 по 6. «Затем я увидел ангела, который спускался с небес, держа в руке ключ от бездны и огромную цепь. И он схватил дракона, древнего змея, которого называют дьяволом и сатаной, и связал его на тысячу лет. И он бросил его в бездну и закрыл ее и запечатал над ним, чтобы он больше не обманывал народы, пока тысяча лет завершилась. После всего этого его нужно ненадолго отпустить. «Затем я увидел троны, и они воссели на них, и им был дан приговор. И я увидел души тех, кто был обезглавлен за их свидетельство об Иисусе и за Слово Божье, а также тех, кто не поклонялся зверю или его образу и не получил начертания на лбу или на руке». Это и есть начертание зверя. И они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Остальные умершие не возвращались к жизни, пока не закончилось тысяча лет. Это первое воскрешение. Благословен и свят тот, кто принимает участие в первом воскрешении. Над ними вторая смерть невластна. Аминь на это. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Аминь. А теперь давайте немного поговорим об истории. Очень важно это понять. Между 66 годами нашей эры происходили иудейско-римские войны. Повторюсь, в 70-м году Иерусалим и храм были полностью разрушены. Тит и его армия вошли туда. Они сравняли город и храм с землей. После 135 года нашей эры, евреям было запрещено въезжать в Израиль, за исключением Тишбева. Помнишь, что произошло примерно в 132-135 годах? Переименование Израиля в Палестину. Оскорблять их, пытаться стереть память о том, что евреи жили на этой земле. Так вот, некоторые из ранних отцов церкви действительно верили в будущее царства или тысячелетия в 3-м веке или в 200-х годах нашей эры. Но, как ты видишь в некоторых из этих цитат, я покажу, какие изменения произошли с течением времени. Первый – Евсевий. Евсевий был историком ранней церкви. Он изучает Папиаса, отца ранней церкви. Он сказал вот, что, среди прочего, Папиас говорит, что наступит тысячелетие после воскресения из мертвых, когда на этой земле установится личное правление Христа. Это и так ясно. Ты действительно не можешь этого отрицать. Я снова цитирую Евсевия, который ссылается на 120-й год нашей эры. Вот еще один пример Иустин Мученик. Я и другие правоверные христиане во всех отношениях уверены, что будет воскресение мертвых и тысячи лет в Иерусалиме, который затем будет построен. Он говорит, что и Иерусалим будет отстроен заново. Ведь именно так Исайя говорил об этом тысячелетнем периоде. Опять же, я просто мученик. Это было примерно в 160-м году нашей эры. Таким образом, мы видим, что существовала вера в тысячелетие, вера в тысячи лет и более. Вот еще один пример. Также, пожалуйста, обратите внимание, что слово «царство» здесь употреблено инеем. Сейчас тысячелетнее царство. Они говорят, что царство – это тысячелетнее царство. Во времена царства Христос снова призовет Землю, и Иерусалим будет отстроен заново по образцу Вышнего Иерусалима. Я сказал, что это произошло примерно в 180-м году нашей эры, то есть менее чем через 100 лет после апостола Иоанна. Вот еще один пример. На этот раз все будет немного по-другому, но я хочу, чтобы ты обратил внимание на временные рамки. Значит, те другие были и сотни. Вот одна из них датируется 280-м годом нашей эры. Это победа. Не стоит слушать тех, кто уверяет себя, что земное правление продлится тысячу лет. Они думают так же, как еретик Керинг, ибо царство Христа уже вечно в святых, даже несмотря на то, что слава святых проявится после воскресения. 280-й год нашей эры, и вы можете увидеть ссылку на это здесь. Это интересно. Но и чему же мы можем здесь научиться? Во-первых, большинство самых ранних отцов церкви на протяжении первых нескольких сотен лет верили в тысячелетнее царство, то есть в буквальном смысле тысячелетнее царствование Христа. Это филастическая точка зрения, согласно которой Иисус будет править из Иерусалима тысячу лет. Так вот, некоторые не придерживались этого мнения. Большинство из них пришли позже. Ну и почему же это так? Вспомни цитату Викториуса. Теперь есть несколько причин, по которым все изменилось. Некоторое время назад я опубликовал сообщения о взглядах на королевство, состоящие из трех частей. Последнее, что я сделал, третье, показывает переход от веры в буквальное тысячелетие к одухотворенному тысячелетию или царству. Обратно к более буквальному царству после реформации. Особенно в отношении пуритан и прочего, паломников и других текстов. Ты можешь посмотреть это на нашей странице в YouTube, но ты можешь увидеть, как это изменилось. Но в основном это изменилось, когда появился Ориджин. Ты когда-нибудь слышал о Ориджин? Да, это еще один отец ранней церкви, который жил в двухстах или третьем веке. В конце концов, он стал аллегоризировать священные писания. И это, конечно же, было передано следующим поколениям, Августину и другим, которые также одухотворяли священные писания. И они поняли, что еврейский храм был разрушен в 70-м году нашей эры. Евреев снова выгнали из Рима. Там было много проблем. И в сознании тех, кто живет в христианском мире, по прошествии нескольких сотен лет, должно быть объяснение тому, что происходит. Ну что же, евреи убили Иисуса. Вот откуда это взялось. Это привело к одухотворению царства, к одухотворению тысячелетия. Это происходит прямо здесь и сейчас. О, мы в царстве. Ну что же, я не знаю, осматривал ли ты весь мир. Но если это и есть царство, то у нас большие проблемы. Это совсем не то королевство, о котором можно только мечтать. Теперь у нас есть некоторые духовные благословения, но царство все еще находится в будущем. Так что, когда мы закончим сегодня, мы многое обсудим. У меня здесь было много цитат. Надеюсь, я не усыпил тебя. Но мы можем многое узнать о конце времен только из того, что говорили ранние отцы церкви, что они понимали. Но мы также видим, как эсхатология менялась с течением времени, особенно в последние 200-300 лет, а затем, конечно, во времена Константина и далее. Большая часть ранней церкви придерживалась так называемого исторического премиленаризма. Ты можешь ознакомиться с этим и провести собственное исследование. Так почему же я провел это исследование, помимо того, что мне была интересна эта тема? Вот несколько причин. Я хотел, чтобы ты узнал несколько вещей о том, что на самом деле говорили отцы ранней церкви о конце времен. Я хотел, чтобы ты был проинформирован. Опять же, это не исчерпывающий список. Есть еще много всего, чем можно поделиться, показать и все такое прочее. Но я хотел, чтобы ты увидел, во что верили отцы ранней церкви по поводу этих четырех тем, которые нас всех интересуют. Но я также хотел дать тебе библейскую основу для каждой темы. И я хочу подчеркнуть это. Все, во что мы верим, должно исходить из Слова Божьего. Все, что касается спасения, Христа, три единой природы Бога, благодати, веры, конца времен, все должно быть основано на священных писаниях. В-третьих, я хотел, чтобы ты был готов поделиться этим с другими людьми. Вот почему я дал тебе эти рекомендации. Так что, возможно, ты учитель, или, может быть, ты обсуждаешь это со всеми своими друзьями. У тебя есть рекомендации. Ты можешь показать им, «Эй, хочешь знать, во что они верили?» Вот оно. Покажи им это. Покажи им это. Есть практические вещи, которым мы можем научиться, когда речь заходит и об этих вещах тоже. Ранняя церковь жила ожиданием возвращения Христа еще при их жизни. Мы делаем то же самое? Мы знаем, что впереди нас ждут трудности, но ждем ли мы его с нетерпением, ждем ли, что он исправит все ошибки? Не только в нашей жизни, но и во всем мире, потому что многое пошло не так. Но что еще более важно, как жизнь в ожидании пришествия Христа меняет нашу жизнь сегодня? Одно дело – ожидать его возвращения, но совсем другое – сказать, почему это важно для меня сегодня. В заключение я хочу привести еще одну цитату. Это тоже из Киприана. Я думаю, он очень хорошо подытожил сказанное. «Ибо ты должен знать, верить и твердо придерживаться того, что день скорби начал нависать над нашими головами, и что приближается конец света и время Антихриста. Так что мы все должны быть готовы к битве и не думать ни о чем, кроме славы вечной жизни и венца исповедания Господа, и не относиться к тому, что грядет, как к тому, что уже прошло». Сейчас надвигается суровая, ожесточенная битва, к которой воины Христа должны готовиться с непоколебимой верой и непоколебимым мужеством. Учитывая, что они ежедневно пьют чашу Христа по той причине, что сами могут пролить свою кровь за Христа 200-258 годов нашей эры. Сегодня, когда мы заканчиваем, я снова хочу призвать тебя обратиться к Священным Писаниям, чтобы узнать, что говорится в Священном Писании не только о конце времен, но и о самом важном, о самом спасении. Это не по заслугам. Это происходит по милости Божьей. И мы можем переносить жизнь, трудности и гонения, с которыми сталкиваемся только по милости Божьей. Давай завершим нашу беседу молитвой. Наш Бог и Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за тех отцов Ранней Церкви, которые действительно сформулировали краткое описание конца времен. А также за тех, кто придерживается точки зрения, существовавшей до появления гнева, мы можем видеть связь. А те, кто придерживается другой точки зрения, могут столкнуться с некоторыми из этих вещей. Так что, Господь, я молюсь, чтобы это было не только ободряющим занятием, но и испытанием для некоторых из нас. Чтобы они действительно поняли, что эти люди живут в ожидании того, что это произойдет. И они, конечно же, в конечном счете признают, что Христос вернется. Так что, Господи, помоги нам жить в реальности, но также и в надежде. И пусть мы будем жить в этой надежде каждый день. И пусть Ты изменишь наши сердца, изменишь нашу жизнь. Пусть мы не спускаем с Тебя глаз ради Твоей славы, о которой мы просим во имя чудесного Иисуса. Аминь.